Здравствуйте, я Наталья Некрасова, автор школы машинного вязания. И мы обучаем стримителям освоения абсолютно любой вязальной машинки с нуля. Сейчас мы с вами провяжем узор, цветной узор на основе переведения. Этот узор имеет рапорт 6 игл, 2 иглы стоят в переднем положении, 4 работают, 2 в переднем, 4 работают, 2 в переднем, 4 работают. Основной цвет желтый, у меня ярко-желтый, можно брать любой. И есть отделочные цвета, можно использовать один отделочный цвет, можно использовать много ярких, и тогда будет отличный перейти на узорчик для каких-нибудь детских веселых веществ. Итак, у меня следующий цвет. Голубенький, беру голубую нитку. Иглы в переднем положении, рычаги частичного вязания на каретке включены, для того, чтобы машинка не забирала иглы в работу. И провязываю 2 ряда отделочным цветом. Бывает такое, что не провязались иглы, ничего страшного. Заодно покажу, как с этим справиться, потому что такое случается частенько. Берем декер и просто продеваем петли обратно. Видите, надо следить за тем, чтобы всегда иглы четко ставили впереди. Если они немножко отходят от переднего края, они вполне могут стать работой и будут провязаны. Но в данном случае ничего страшного не произошло. Так, моя задача сейчас взять все протяжки с этих иголок и сбросить их назад за иглы. Надеюсь, у меня протяжки большеватые. Подтягиваю иголки и все выравнивается. С лицевой стороны, если вы что-то вот такое вот допустили, видно, ничего не будет. Все нормально. И дальше 2 одноигольного декера беру и перевиваю петли между собой. Вот 2 желтых основных и голубые отделочные. Беру основную и отделочную и меняю их местами. Причем основная всегда идет первой. Всегда первой идет основная нитка. Отделочная вторым рядом. Другую сторону. Основная всегда идет первой в сторону. Отделочная следующая. Начало основная уходит в сторону. Потом внутрь на ее место встает отделочная. Это обязательное условие провязывания этого узора. И так вот. Таким образом продолжаем и перевиваем все петли. Сначала основная уходит в сторону. На ее место внутрь встает отделочная нитка. Таким образом. Два. Таким образом. Таким образом встает. Встает колокол. Встать. и узор хорошо вязать рыхленько если очень туго может быть немножко сжат все провязали перевели все петли провязываю два ряда основным цветом и ставлю в переднее положение иглы которые находятся между протяжками то есть в шахматном порядке 2 2 иглы в переднем положении 4 в рабочем 2 в переднем 4 в рабочем к сожалению у этой машины нет отборных линеек и приходится вручную отслеживать правильность выставления иголок в переднем положении следующий цвет зажимаю веру нить привязываю к струбцине и провязываю два ряда с иглами в переднем положении проверяю и повторяю эту операцию снова освобождаю все петли скидываю их вниз и за иголки и теперь не будет легко перебивать петли потому что если у меня накиды оставались впереди не было бы тяжелее подбираться к петлям и основная первая отделочная внутрь основная первая наружу отделочная внутрь все это и есть весь раппорт можно смотрится интереснее если мы общий ряд желтенький будет провязывать один раз но к сожалению тогда мне придется каждый раз ловить эту нитку потому что переводить каретку в холостую это не очень интересно поэтому мы подстраиваемся под машинку удобно чтобы было два ряда значит провязываем два ряда перевиваем все петли так чтобы все основные нитки пошли в сторону за счет того что они сейчас у нас расходятся в стороны получается вот этот интересный эффект нить который укладывается сверху отделочная она будет не видно ее прикроет основная нитка и получается что у нас такой небольшой провяз отделкой непонятно как сделано всего-то вот таким образом он выполняет нить нити вот и два ряда и и опять и выставляем те петли переднее положение которую нас были на голубом фрагменте проверяю что все иголки четко стать переднем положении беру следующую отделку ниточку привязываю ее на струбцину провязываю два ряда скидываю все накиды за иголки вниз и перевиваю основную отделочную нитку петли между собой если вам понравилось нажмите нравится поделитесь друзья также подпишитесь на мой канал чтобы быть курсом всех обновлений и ждем вас на наших бесплатных вязальных посиделках по вторникам и четвергам ваша Наталья Некрасова еще раз пока и Продолжение следует...